Здравствуйте, меня зовут Абин, это моя собака Ника, ей 3 года, она порода сибирский хаски. Характер у них, я бы сказала, нежный, ласковый, в меру такой активный, достаточно активный характер. Они любят прогулки, любят веселиться, ну, в общем, почти как все собаки. Ну, они очень дружелюбные и очень любвеобильные к человеку, любят абсолютно всех людей. Ну, хаски подойдет, скорее всего, к активным людям, к молодым людям, в семье тоже подойдет, если люди активные, любят, ну, часто гулять, на природу выходить. Сидя дома тоже, собака, ну, затухнет, зачахнет. Пожилым людям, скорее всего, будет сложнее с собакой, потому что собака активная, требует много прогулок. Ну, неудобно людям, так же с ограниченными возможностями тоже будет сложновато с хаски. Хорошо, ну, зависит от собаки конкретно. В основном хорошо общаются со всеми людьми хаски, но с детьми кто-то может избегать их, из-за того, что они слишком активные, руками размахивают. Скажут, ну, отстранятся, могут отойти от них. Но в целом они дружелюбны к любым людям, абсолютно. Да, распространенные заболевания есть. Среди них это катаракта, потом эпилепсия. Ну, встречается она, и, как можно сказать, и часто, и не часто. Главное, вот, добрать правильную собаку с проверенными кровями, с проверенной родословной, чтобы там не было в предках никаких вот заболеваний. Особенностей в питании нет. Они кушают как сухой корм, так и натуральную пищу. Мы кормим натуральным питанием. Это сырое мясо, сырые овощи. Иногда корм даем. Но когда нет поставок мяса, мы переходим на корм. Они, ну, в мир активные, ну, на прогулке. Вот мы гуляем 2-3 раза в день. У нас прогулки занимают примерно 30 минут утром, 30 минут днем и 30 минут вечером. Иногда мы уделяем больше времени, выезжаем в поля побегать. Иногда вот у нас мы запрягаем их упряжки, они катаются. Зимой это в основном бывает. Мы в поле гуляем с ними на поводках. И иногда выезжаем ближе к озеру, и мы там их отпускаем побегать. Ну, еще на участке они у нас иногда бегают. В общем, у нас все собаки почти живут дома. Все хаски. Мы живем в частном доме, но все они у нас живут дома. Часть половины собак дома, половина собак в вольере живет. Есть такой момент, да. Но это все зависит от контакта и зависимости, из-за чего они убегают. И зависит от собаки конкретно. У кого-то прямо вот есть такое, вот прям надо бежать куда-то. Они не знают, просто бегут. Им нравится это сбегать. А кто-то наоборот, прибежит сразу домой. Зачем мне куда-то сбегать и будет рядом с хозяином находиться. Они все понимают, все легко осваивают, но они очень своенравные. И они будут делать только за еду, за мотивацию такую сильную. Собаки и на agility спокойно занимаются, и на узворком занимаются, и какими-то другими дрессировками. ОКД сдают все хаски. Все зависит от желания владельца. Если он хочет заниматься собакой, он всего добьется. Желание и время. Они очень сообразительные, очень умные собачки, но, ну, как говорю, своенравные. Будут делать чуть медленнее. У них, конечно, предназначение чуть другое. Это вот упряжка, бегать. Вот это им нравится, вот это они любят. А все остальное, ну, они тоже могут. Но чуть-то так вот. Они не лают, они в основном воют. Если им вот надо, они вот воют, могут побыть. Ну и то, это недолго длится, до минуты. Они просто вот так вот проявляют свою уговорливость. Ну, чаще всего они молчат, ничего не делают. Скулят иногда бывает. Вот, но они лают, там, вот, если люди пройдут, они не будут на них лаять. Им это не надо, им надо вот просто молчать, нормально облизаться могут, там, все такое. Но лаять они не будут. Не шумные они, я бы не сказала, что они шумные. Какого ухода? Ну, вот мы моем, скорее всего, раз в три месяца я их мою перед линькой. Обычно линяют они два раза в год. Это весной и осенью. Ну, все по-разному. Суки линяют в зависимости от цикла. У них вот сечка, перетечка они линять начинают. И еще вот необходимые грунтерские процедуры перед выставками. Так как собак у нас много, мы моем сами. Да. Ну, вообще, в целом все могут справиться помыть собаку сами. Я ее вычесываю сначала, потом мою, потом продуваю феном. Ну, как бы все, недостаточно. Вот лапки, когти мы стрижем раз в неделю, получается. Лапки подстригаем раз в месяц, там у них шерсть отрастает. Ну, вот как бы все, весь грунт. Ну, еще по необходимости весной пузико после прогулки моем. Когда грязь скапливается на животе лапки, пузико, это уже обязательно. Зимой не моемся. Потому что мы живем в частном доме, выходим, снег чистый, всегда лапки чистые. Вычесываем, получается, ну, вот раз в месяц примерно. Больше не требуется. Бывает вот шерсть, конечно, дома. Ну, просто когда начинают, видишь, что начинает шерсть, там, линяясь собака, начинает быстренько счесал, и все, и шерсти нет. Они не линяют только с такого, что крем круглый год, там, выбрасывают шерсть. Такого нет. У них такая шерсть с двойным подшерстком, которая терморегулирующая. Она и хорошо и в жару, и в холод. Она держит температуру, и им много проще переносить даже в жару, чем, например, доберманом или другим короткошерстным собакам. Ну, если с расчетом на одну собаку, около трех с половиной тысяч рублей, наверное. Так вот. Одну собаку. Ну, вот, неожиданным было то, что, вот, наверное, хаски сказали, что очень активные. Ну, да, они вот у нас, у нас на диване лежат, что им нужно жить в морозе, что им нужно жить на холоде, а они хотят жить дома. Они у меня бегут из улицы домой и хотят, чтобы спать на кроватке. Им не нравится жить в снегу, им хочется дома. Но я, наверное, связываю это с тем, что им хочется быть рядом с хозяином больше, нежели просто одним. Им хочется внимания много от хозяина. Не хочется вот абстрагироваться и жить там одному в вольере. Собака, да, ей нужно по хладу, но все равно больше контакта. Она выберет, предпочтет контакт, чем жить на улице подальше от хозяина. Ну, то, что нужно, с ней будет заниматься с собакой. В любом случае, несмотря на то, что порода аборигенная, как бы там не требует каких-то там сдачи нормативов, с ней все равно нужно заниматься. Пройти какой-то общий курс дрессировки, чтобы собака была комфортна в быту. Потом нужно быть готовым к тому, что какое-то время придется, например, уделить собаке на адаптацию вместе, посидеть дома с ней какое-то время, не оставлять ее одну. Ну, к тому, что собака активная, и что с ней просто сидеть дома не получится. И что с ней надо будет обязательно гулять каждый день. А также нужно быть готовым, что нужны будут обработки от клещей, вакцинации ежегодные. Сейчас это все недешево, и получается, что нужно будет обязательно вкладываться в здоровье собаки, потому что клещи не дремлют, они всегда кусают, могут собаку укусить и заболеть первоплазмозом. Иди сюда. Да. Потому что у меня Хаски первая собака была. Не знаю, хорошая собака, собака как собака, как все собаки. А все остальное, мне кажется, больше стереотипа про их там бешености. Очень комфортные в быту собаки, очень контактные, ревиобильные. Не знаю, мне нравится. Друзья, пишите, о каких породах вам было бы интересно узнать. И мы снимем о них новое видео. Спасибо за внимание и пока-пока.